Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пик, Александр Швунин вместе с вами. Поговорим у нас такой культурный, сейчас будет очень интересная тема. Поговорим мы о том, что в центре современного цифрового искусства Digital Art House открылась выставка, выставка очень необычная, работа Арнелла Рудевича, это внучка и преемница первого в мире ромского художника и поэта Карлиса Рудевича, и выставка, где можно посмотреть как картины, так и их анимированные совершенно версии, но вот об этом, наверное, мы попросим рассказать саму Арнеллу, также в нашей студии Роксана, председатель Центра культуры ромов. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, может быть, с того, что можно увидеть на этой выставке, которая пройдет до первого июля времени, ну, как время бежит быстро, уже первая декада, можно сказать, почти прошла, остается 20 дней. Да, хотелось бы, конечно, всех пригласить, потому что так как это очень, наверное, так уникальное событие не только для ромского, не только для ромской среды, но и вообще в мире такого еще не было, чтобы цыганские картины, цыганская душа, история и легенды все, да, они оживали вместе как бы с главными персонажами картины. Каким образом это все происходит? То есть эти картины можно будет посмотреть, я понимаю, как обычную выставку, и увидеть их ожившими, как это? Ну, скажем так, да, и, конечно же, там собрана коллекция и живых картин, и дигитальная версия этих картин, конечно же, с музыкальным оформлением, для того, чтобы более углубиться, наверное, прочувствовать их, увидеть, услышать. Да, я хотела бы добавить, что тоже, когда мы смотрим на эти картины, мы их видим, мы их понимаем, но когда у нас есть возможность увидеть их анимированную версию, то есть они, сами эти картины Арнелла, они для нас открылись совсем другими красками, совсем другой историей. То есть мы даже сейчас, когда смотрим просто в каталоге на них, то мы видим их абсолютно по-другому, мы их прочувствовали по-другому, и это, я думаю, что каждый посетитель, который придет на выставку, тоже сможет прочувствовать. У нас, поскольку есть и видео-версия, мы можем его показать, может быть, с этим, да. Да, и вот сейчас, конечно же, первый каталог выпустила тоже к открытию выставки. Я тоже вот немножечко, наверное, можно полистать, да, посмотреть. Здесь не только картины, но и мысли, и описание картин, и как было это все написано, и зачем, почему. Арнелла, а как долго вот вы занимаетесь, то есть вот с какого возраста? Ну, можно сказать, что, ну так как внучка своего деда, я, конечно, продолжила всю эту сферу искусства, и, наверное, с детства я знала, что, ну, жизнь свою я точно свяжу с искусством, но писать картин, наверное, началась с 2017 года. В 2018 году была первая выставка персональная в Рижской думе. Вот, и затем, конечно, уже начался уже такой вот более глубокий процесс, я как бы вошла в этот ритм и начала творить. А именно подготовка к выставке сколько времени заняла? Потому что анимировать картины, ну, это же нужно оцифровать тоже все это. Ну, скажу так, вот, наверное, с детства были какие-то мечты о том, чтобы вот, хотелось бы, чтобы картины ожили, чтобы они жили вместе с нами, чтобы мы их увидели немножко в других красках, в других проявлениях. Вот, и можно даже похвалить и сказать спасибо пандемии, да, потому что все-таки это такая сфера работы, когда ты сидишь в мастерской, ты творишь. Поэтому была возможность и очень много работ написать, вот, и готовиться так вот. А что сложит? Да, и вот отдельное спасибо хочется сказать всей команде Digital Art House, потому что они смогли воплотить нашу мечту в реальность, на самом деле, в очень-таки короткие сроки, если мы говорим именно об анимации, о дигитализации, о подготовке самого именно вот этого этапа. Да, потому что это все-таки тоже, они художники, те, которые занимаются анимацией, вот мы как-то с ними так хорошо сработали, что они прочувствовали меня, что я хочу, ну, какой посыл я хочу донести. И вот как-то вот так вот уникально у нас получилось очень красиво. Какой посыл как раз об этом. Что служит вдохновением и какая главная тематика вот картины? Ну, наверное, главной тематикой является история этого народа нашего ромского. Это за основой лежат легенды и мистика, и наши краски, наш темперамент. А главное, конечно, это история наша, это вся база. И, конечно, хочется сказать дедушке отдельное спасибо за то, что оставил нам такое вот... Такое большое наследие. Да, такое большое наследие, и поэмы есть. И мы тоже вот в прошлом году выпустили тоже уникальную очень книгу, которая на четырех языках. Это первый ромский эпос. Я тоже принимала в этом большое участие в создании этой книги, так как я была главным, наверное, художественным редактором. Да, и тут же также есть и иллюстрации этой книги. Книга на четырех языках. Латышский, русский, ромский и английский. Ничего себе. Да, ну то есть тут очень большая работа была проведена, потому что сам манускрипт, он был написан рукой, он был на ромском языке, и это была большая работа, чтобы начать хотя бы сделать перевод, потому что всё-таки литературный перевод – это не так просто. Поэтому мы очень много сил, очень много энергии вложили в это, чтобы вот этот эпос всё-таки увидел свет. Что касается выставки, речь идёт не только об экспрессии, но и какой-то такой, можно сказать, социальной составляющей, разрушении некоторых стереотипов. Конечно, это возможность показать цыганскую сущность немножко более глубже. Познакомиться с нами. Познакомиться, да, с каких-то разрушений стереотипов, показать немножко более глубже весь замысел этого народа, как мы живём, как мы странствуем через века. Поэтому, да, я думаю, что людям будет очень интересно посетить эту выставку, потому что можно будет не только углубиться, но и прочувствовать, да, и увидеть душу цыганскую через картины. Ну, помимо картин, поправьте, если я ошибаюсь, по пятницам ещё и музыкальное сопровождение выставки присутствует. Мы тоже, конечно же. Мы так вот решили соединить этот месяц, сделать более ярким и разнообразить их и фольклорным ансамблем, для того, чтобы зрителям было ещё больше, как бы, более, ну, такой вот интерес. Также мы ещё планируем встречи с автором, что тоже нам кажется очень интересным и для зрителя, чтобы он не только мог ознакомиться с картинами, но и послушать саму историю их создания, мыслей автора, как он думает, ответит на какие-то вопросы. А как узнать, когда будут эти вот встречи? Ну, я думаю, что вот мы начнём уже на этой неделе. То есть в эту пятницу? Это будет по пятницам или это будет в какие-то... Ну, просто как узнать людям, в какое время приходить? Ну, конечно же, будут и рекламы, мы об этом будем говорить, да, чтобы более, ну, большое количество людей узнало, что есть такая возможность вообще услышать, углубиться и, как бы, послушать, и, да, и социальные сети тоже, как бы, вот. Ну, так. У меня сразу вопрос. Вот, в самом деле, история такого разделённого народа, который, ну, просеян по всему миру, вот насколько это действительно имеет, ну, не только вот социальное, но и такое культурно-историческое значение? И есть ли интерес, может быть, продолжить эту выставку в других странах и каким-то образом показать её в других местах? Ну, да, однозначно есть, и уже поступили предложения привести выставку, и потому что, да, люди считают, что это очень уникальное сейчас событие произошло, потому что так как это первая такая дигитализация и визуализация, да, с музыкальным сопровождением, людям интересно просто, потому что это инструмент, как познакомить, более дать возможность узнать людям, о нашем народе, кто мы такие, что мы несем в этот мир, наши все мистические особенности и познания. Да, эта выставка вызвала очень большой интерес не только у нас в Латвии, но и за рубежом. Как уже Арнелла сказала, поступило очень много поздравлений, в первую очередь, с таким важным мероприятием. И вот этот интерес тоже, люди стали звонить, они стали спрашивать, как мы можем привезти её к нам, как мы можем приехать к вам. Вот сейчас, допустим, у нас большая группа едет с Эстонией тоже к нам, чтобы посетить. То есть это всё вот как-то, это вдохновило людей на что-то новое, на что-то абсолютно другое. Пока едут к нам, а выставка куда может поехать и когда? Ну, я думаю, что сейчас выставка продлится до 1 июля, а затем уже, я думаю, что мы будем странствовать по Европе, говорить о нас, о нашей... Будем откликаться на предложение и будем стараться её вести и дальше. Извините, странствующая, собственно, тоже соответствующая духу. Конечно. В самом хорошем смысле. Да. А сколько примерно картин представлено на этой выставке? А на выставке представлено... 19 картин у нас. Да, около 20. Есть ли, в принципе, до сих пор какая-то проблема восприятия народа Ромы в той же самой Латвии? Есть ли какие-то вот эти стереотипы, которые до сих пор существуют, и, может быть, социальные проблемы возникающие из-за этого? Ну, конечно же, я думаю, что не без этого не обойтись. Но мы, как вы знаете, занимаемся всю жизнь, чтобы разрушить эти стереотипы, показать нас с другой стороны, что мы очень колоритный народ, очень дружественный народ, очень сплочённый. Поэтому мы устраиваем и международные ромские фестивали, и вот такие вот большие выставки, и такие красивые мероприятия для того, чтобы, ну, достучаться до людей, показать, вот смотрите, какие мы с нами можно дружить. Да, если мы говорим о культуре, то, конечно, этот стереотип, он позитивный больше, конечно, потому что это песни, танцы, сейчас это картина, это поэзия ромская и всё такое. Если мы уже говорим более о какой-то социальной стороне вот этого всего, то да, конечно, мы видим много проблем на самом деле, с которыми мы каждый день сталкиваемся и которые мы решаем. И культура на самом деле – это наш ключик, да, наша такая возможность поменять это восприятие через вот эту призму культуры. Не могу ни спросить, ни задать уточняющий вопрос. Вы тоже в качестве синонимов используете ромы и цыганский. Как правильно, в чём различие? И, кстати, где ударение – ромы или рома? Потому что, скажем, Википедия говорит, что нужно ставить ударение на последнее слово. Ну, мы ромы, да, говорим о себе, как мы ромы, а вообще мы рома, если говорить о народе, да, национальности, то мы рома. Простите, яснее не стал. Даже не знаю, как правильно объяснить, но всё-таки мы цыгане, можно сказать. Я постараюсь немножечко. Рома – это, ну, как в любом языке, есть своё произношение каких-то вещей и вот такая вещь. То есть, если мы говорим рома, то это с нашей ромской, цыганской точки зрения было бы правильнее говорить. Ромы – более русифицированное такое, наверное, подход к этому слову. – Официально йогурт, а все произносят йогурт. Вот я могу так сказать. – Ну, примерно так. – Ну, да. – Не, а к чему подводила в последнее время всё чаще рома, 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 рома? Цыгане – это ругательное слово или это допустимое название? – Если мы говорим о культуре, если мы говорим о вот этом наследии, которое есть, то есть, как говорится, слова из песни ты не выбросишь. И мы видим, что и в поэзии, и везде, то есть, это слово цыгане, оно есть. И оно как историческое такая, в хорошем смысле этого слова, ценность. И, наверное, в этой среде никакого негативного посыла она не несёт. Но как бы в официальных документах, в официальных встречах и в таких вот мы привыкли в последнее время всё-таки пользоваться вот этим словом ромы. И это не настолько, потому что у нас в Латвии какое-то очень сильно негативное такое восприятие есть к словам, когда ты говоришь о слову цыган, а более вот это вот европейское, мировое, потому что когда ты в Европе, где ты слышишь слово цыган, оно имеет под собой такой негативный такой окрас, потому что когда ты говоришь о цыгане, ты считаешь, что это очень много таких нехороших эпитетов под собой подразумевает. А что вы имеете в виду? Ну, сейчас говоря именно о словах, ну, вот известнейшая группа Джипси Кингс. Ну, то есть, цыгане – это джипси. Вы вот это слово имеете в виду сейчас? О нём? Или есть какое-то другое название с негативным оттенком? Ну, как они же все цыгойны, зенгари, цыгане, чыганы. Оно всё-таки держит какое-то ругательство, что ли? Ну, то есть, мы даже когда там, когда человек кому-то говорит, вот ты цыган, то есть, он подразумевает не вот эту хорошую, как бы, вот эту творческую натуру под собой, а вот такое немножечко вот, может, ты где-то схитрил, может, ты где-то что-то такое не очень хорошее сделал. Вот это вот с такой точки зрения. Возвращаясь к искусству, вот сколько уходит на создание картины, и, в принципе, кто был учителем, откуда пришло вот это? Ведь не каждый человек просто может взять краски в руки, холст и создавать картины. Ну, конечно, сперва хочется сказать о том, что всё-таки я такой человек, что для меня очень важно в хорошем настроении всегда писать картины, потому что это всё-таки энергетика, это я не только пишу кистью, да, но и руками, поэтому всё настроение, весь позитив, например, который я вкладываю, да, вот хорошие свои вибрации, свою любовь, своё вдохновение, да, вот страсть к этому всему, да, что я делаю. И это передаётся в картины, и человек, когда идёт, смотрит на выставки, да, или просто там, он это чувствует, и его это притягивает, и он, и это картины способны даже вылечить человека, вот. И поэтому в негативных каких-то эмоциях, или не в настроении, или в стрессе, или в каких-то таких вот нюансах нельзя этого делать, и поэтому я этого очень придерживаюсь, вот этого правила. То есть вообще к холсту не подходите? Вообще не подхожу к холсту, когда вот плохое настроение. А в качестве психотерапии выплеснуть весь негатив? Никому не показывать, но выплеснуть. Это можно что-то для себя, но не для общего круга, не для зрителей. Ну вот как вот, например, когда хочется написать на какую-то историческую тему какие-то легенды, какие-то мистические истории, вот как создаются эти образы, персонажи, откуда вот этих персонажей взять, нарисовать эти лица, эти позы, это вот какой-то сюжет. Ну вот хочется сказать, что вот сейчас вот мы, когда делали этот эпос, у нас, конечно же, за основу стала и легенда, и история, и дедушка так очень красиво описал это всё, что вот эти вот образы, они сами как-то в голове возникали, да, и так как, ну я художник, я вижу как-то, визуализирую это, мне как-то легче, вот, ну вот как-то даётся это, наверное. Я вот фантазирую, это мои иллюзии, я их так передаю на полотно. А вот дедушка не успел обучить, вот показать что-то? Знаете, ну я совсем была очень маленькая, мне было лет, наверное, пять, когда он ушёл, но всё-таки я помню, в детстве мы с ним в акварели немножечко работали, это было очень весело, но всё-таки уже в сознательном возрасте после поступления в Академию искусств, после непоступления, да, так сказать, тоже столкнулись с такой скрытой дискриминацией, вот, я всё-таки решила, что я могу сама добиться этого всего, да, что мне не нужно там какое-то одобрение, такой вот характер немножко сыграл, и после вот этой вот неудачи я поставила себе как бы цель за полгода, что мне нужно сделать выставку. Как бы как гуру могу сказать, да, что это Агия Янсуана, это знаменитый латвийский художник, художница, да, которая сумела, наверное, открыть во мне вот эти, ну, открыть именно вот это искусство, не за, не вкладывать меня в какие-то рамки, да, а дала мне выразить свою душу и показать, как просто нужно правильно это всё применить. Продолжая тему различных образов и распространения культуры, этот эпос, он издан, видимо, ограниченным тиражом, есть ли мысль как-то шире и за границей тоже познакомить именно и с культурой, и с традициями, и с вот этим устным народным творчеством? Ну, он у нас вообще создан как репрезентативный материал, он, мы его уже очень много распространили по разным библиотекам, также по посольствам, чтобы всё-таки разные страны могли знать, что вот такая, что вот такая вещь в Латвии случилась, что мы как бы пионеры в этом, можно сказать, в этом, в этом деле. И, конечно, распространение – это очень важно, потому что это очень, сам по себе эпос, это же культурное наследие всей нации, это очень важная такая вещь, которая поднимает дух самого народа, поэтому, конечно, мы его сейчас активно распространяем, он у нас ещё и будет в дигитальной версии, тоже доступен скоро, поэтому мы над этим работаем, конечно. Ну, а нашим слушателям мы напоминаем, что до 1 июля, время бежит быстро, в Центре современного цифрового искусства Digital Art House можно посетить выставку Арнелла Рудевич, более того, по пятницам можно насладиться ещё и живой музыкой, будут и песни, и гитарные романсы, нам обещают. И следим за рекламой. И самое поразительное, что это, в самом деле, оживающие картины, вот это то, что, наверное, производит самое, ну, совершенно ошеломительное впечатление, когда вот можно посмотреть эти картины в привычном виде на холсте, и вдруг они начинают оживать, двигаться, и это вот магия того, что предлагает как раз-таки в Digital Art House. Да, поэтому я как автор, я хотела бы ещё раз пригласить и зрителей, и слушателей, потому что я считаю, что это поистине очень уникальная сейчас вот идёт выставка, и я думаю, что как много больше людей должны это увидеть, потому что это та возможность, которая может нас познакомить ближе. С ромской культурой. Мне кажется, сегодня люди настолько устали от серости, от вот этого всего негатива, который происходит вокруг, что просто необходим этот глоток свежего воздуха, позитивных эмоций, которые могут, на самом деле, передать и дать картина. Итак, буйство красок, буйство музыки, Digital Art House, Art of Gypsy, название выставки художницы Арнелла Рудевич и председатель Центра культуры Рома Роксана Рудевич сегодня были с нами. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо вам.